В блоке для более ранних анкет существенное преобладание тех, кто не участвовал в массовых мероприятиях. Посмотрим на валидный процент. Таковых 96%. Участвовало 3,7%. Соответственно, мода, очевидно, это второй вариант, то есть не участвовали. Среднеалитметическая. 1,96. Как она интерпретируется? Значит, что мы смотрим диапазон между единичкой и двойкой. 1,96, конечно же, гораздо ближе к двойке. Вот, собственно говоря, 96% респондентов относится к двойке. Так это и интерпретируется. Стандартное отклонение у нас составляет 0,18. Можно было бы интерпретировать само по себе, но нет в этом большого смысла. Смысл есть в интерпретации соотнесения со второй группой. Посмотрим на вторую группу более поздних анкет. Тех, которые были собраны как раз в период пика протестной активности в России. Прежде всего, в мегаполисах. Посмотрим пока что без относительно первой группы. Итак, мы видим, опять же, по валидному проценту, что у нас уже 4,1% респондентов участвовали в демонстрациях. Не участвовали, соответственно, почти 96. Немногим менее. Размер примерно одинаковый. Так мы видим, что произошло изменение в сторону увеличения тех, кто выходил на массовые акции протеста. Возникает вопрос. Можно ли считать, что это увеличение значимо? Для этого существует много способов. Пока что мы не рассматриваем меры парной связи, поэтому ограничимся способами только в рамках описательной статистики. В рамках описательной статистики для этого есть возможность оценить, пересекаются или нет интервалы данных долей. Если пересекаются, значит мы не можем утверждать, что изменение значимо. Для этого нам нужно посчитать стандартную ошибку, сделать плюс-минус к данной доле и посмотреть, есть ли пересечение интервалов. На моем сайте есть презентация с формулой расчета стандартной ошибки для доли. Соответственно, если мы хотим взять вероятность на 95%, мы берем умножить 1 на 96. Умножаем.